Волки у нас появились недавно, буквально на этой неделе. Их на таможне задержали в аэропорту и арестовали, так как это были волки, их хотели провести под видом лаек. Мы заключили меморандум с государственной таможенной службой, потому что это не первая попытка вывести контрабан на животных с Украины. Были и раньше попытки вывести птиц наших местных, это щеглов, чижей, вывести в арабские страны. И вообще черный рынок торговли экзотическими животными, да и нашим местным, он огромен. Почему-то люди считают, что они имеют право распоряжаться природой по своему собственному усмотрению. Во всех странах цивилизованных эти вопросы жестко регламентированы. Жестко регламентированы. Никому в Германии, в Израиле, в Америке не придет даже в голову, что можно взять животное и повезти его без документов, без соответствующего оформления и так далее, и так далее. Все это упорядочится. И сейчас в Украине тоже один из элементов, который мы проходим. Мы все делаем по закону, стараемся, чтобы мы соответствовали всем европейским нормам. Там две самочки, одна помоложе, другая постарше. И мальчик. Они сейчас находятся на карантине, то есть они изолированы от других животных, проводят ряд прививок, забор крови делают, то есть от гельментов, от насекомых всяких их обрабатывают. Вот поэтому они сейчас на изоляции. И мы ждем то ли нахождение хозяев, то ли принятие определенного решения по суду, и они то ли останутся у нас, то ли мы передадим законным хозяевам, то ли будем думать о выпуске их обратно в живую природу. Но если эти животные выращены в неволе, то, скорее всего, они останутся жить уже в экопарке. У волки бывают не только серые, они бывают черные, они бывают белые, они бывают красные, они бывают горные, они бывают гривистые. Огромное количество и большое разнообразие волков. Поэтому мы будем это показывать, и, может быть, эта семья войдет в состав экспозиции. Редактор субтитров А.Семкин